Здесь есть неприятная особенность этой комнаты, стоящая в том, что по бокам плохо видно, поэтому есть возможность пересесть с центра, но это я не знаю, что он не назвал. Следующий докладчик, Аскольд Георгиевич Хованский из университета Торонто, который расскажет про то, что вокруг первой теоремы любили. Спасибо. Прежде всего, я хочу поздравить Матфак с замечательным юбилеем. Собственно, нас всех можно с этим поздравить. Московская металлургическая жизнь явно изменилась с появлением Матфака. И спасибо за приглашение выступить. Я расскажу о первой теореме Леувилля. Эта теорема даёт необходимое достаточное условие того, что интеграл элементарной функции будет элементарной функцией. У этой теоремы, мне кажется, странная судьба. Она появилась примерно в то же время, когда теорема Галуа и немножко раньше Абеля о неразрешимости алгебрических уравнений в радикалах. Однако эту теорему знают буквально все. Про теорему Леувилля, которая возникла примерно в то же время и, в общем-то, на близких и независимых идеях основана, почему-то куда менее известна. И мне кажется, что Леувилля как-то, как бы это сказать, не получил должного по заслугам. Тут он создал как бы совершенно новую, 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 совершенно новая такая вещь им была открыта. Вот. Я, наверное, в конце чуть-чуть расскажу про даты, когда что. Вот. А сейчас я начну про, собственно, про эту теорему. Да, я должен был изучить эту теорему следующим образом. Сейчас переиздается собрание сочинений Рита. Рит был совершенно замечательный математик, с которым, наверное, примерно так же, как у Леувилля. Почему-то он так вышел, что он малоизвестен. И на это есть странная причина. Причина такая. Если бы он вышел чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже, я думаю, он входил бы в число самых известных и самых великих математиков. Но дело было такое. Он занимался классической математикой и решал классические задачи, неожиданные, красивые. Но это было время, когда в математике совершенно доминировала теория множеств. Просто абсолютно. Вся математика перестраивалась под новым фундаментом. И работы Рита прошли просто незамеченными. Или почти незамеченными. И сейчас переиздается его собрание сочинений. И нам попросили прокомментировать его книжку, которая называется «Интегрирование в конечном виде». Это замечательная книжка. Я как-то по глупости согласился. Оказалось, что это тяжелая, большая тяжелая работа. Она у меня занимала много времени. И вот я разобрал его две, два его изложения совершенно замечательных результатов. Это первая и вторая теорема Леувиля. Первая теорема Леувиля – это о том, когда функции интегрируются в элементарном виде. А вторая теорема – это когда линейные дифференциальные уравнения решаются в квадратурах. Я только замечу, что при этом второй результат необходимого достаточного слоя разрешимости линейных дифференциальных уравнений в квадратурах, он широко известен. Однако этот результат при цитировании относится к значительно более позднему времени. Считается, что этот результат был открытым Пикаром Весилом. Пикар и Весилом открыли аналогичную теорему лет на 80 после Леувиля и значительно более сложным способом. У Леувиля есть две замечательных теоремы. Вторая – это, помимо всего, мы все знаем Леувиля по совершенно другим его работам. Они как были известны, так и есть. А вот эти две работы как-то не особенно. По-моему, зря. Теорема Леувиля утверждает, что обычно интеграл элементарной функции неэлементарен. Так, это по виду теорема очень похожа на теорему из теории Голуа. Однако, если мы возьмем группу Голуа, давайте к дифференциальному полю произведением интеграл и рассмотрим группу Голуа. Эта группа Голуа совершенно не зависит от того, какая была функция, и всегда это есть аддитивная группа поля. Если вы к функции прибавите константу, ее интеграл не изменится, как был, так и останется. И это и есть единственные автоматизмы, которые есть в группе Голуа. Это всегда аддитивная группа поля. Тем самым, вроде бы, группу... Если к интегралу прибавить константу, то производная функция не изменится, если к ней прибавить константу. И это и есть группа Голуа. И совершенно видно, что группа Голуа никак не различает интеграл элементарный или неэлементарный. И такое впечатление, что рассуждение теории Голуа никакого отношения к этой задаче не имеет. Группа Голуа всегда одна и та же. Но, тем не менее, это не так. Это не так. Можно доказывать эту теорему как раз рассуждениями очень близкими к тому, которые были у Голуа. Кстати, Леу Вилях, конечно же, не мог знать. В отличие от Голуа, у него фигурируют непрерывные группы, которые, кстати, в математике-то были введены в защиту на Польше. Все, пусть ли, в это время еще не родился. Ну, первый шаг к такому доказательству был сделан, собственно говоря, Абелем. Абель занимался Абелевыми интегралами, как мы все знаем. Низляние называются Абелевыми. И вот, в частности, он доказал одну теорему, которая может быть рассматрена как шаг в доказательстве Леу Вилля. Ну, второй шаг связан с добавлением к полю трансцендентных логарифмов и экспонент. И, в общем, в основном, где как раз там возникают непрерывные группы Ли, как раз, собственно, про это я, наверное, в основном-то и буду говорить. Ну, идея эта восходит к Леу Вилю. Содержится в книжке Риты, безусловно. Однако мне потребовалось очень-очень много времени, чтобы ее оттуда вытащить, эту идею. Все равно эту книжку горячо рекомендую. Помимо первой и второй серии Леу Вилля, она содержит много других неожиданных и нам абсолютно неизвестных теорем. Вот будет ее, она будет переиздана. Ну, мне сначала надо, прежде чем формулировать теорему Леу Вилля, мне надо сначала ввести некоторые понятия. Ну, прежде всего, дифференциальное поле. Что такое дифференциальное поле? Ну, простейший пример дифференциального поля такой. Давайте возьмем областно-комплексной прямой и рассмотрим функции, комплексно-миромощная функция, которая замкнута относительно арифметических операций, можно складывать, умножать, терить, вычитать, и замкнута относительно дифференцирования. Это такая вещь называется дифференциальным полем. Однако такого определения недостаточно. Дело в том, что нужные функции, функции, которые мы используем, часто бывают многозначными. Поля надо расширять, и нужно более общее определение, что такое дифференциальное поле функции. Вот давайте я приведу определение, которое здесь подходит, годится для наших целей. Давайте возьмем какую-нибудь римную поверхность. Вместо области на плоскости римную поверхность. Там тоже можно рассматривать миромощные функции, их можно складывать, умножать, и делать арифметические операции. Но что значит дифференцировать, непонятно. Нет там такой операции. Однако, если на римной поверхности фиксирована еще одна миромощная функция, так сказать, это была бы функция х в области комплекса переменного, тогда все восстанавливается. Можно определить операцию дифференцированной таким образом. Каждая функция f поставит соответствие df делить на dx. Дело в том, что частная двух миромощных форм – это корректно определенная миромощная функция. Поэтому это вполне определенная операция. Итак, если у нас есть римная поверхность, на которой фиксирована миромощная функция х, то мы можем определить, что такое дифференциальное поле. Это поле замкнутое относительно дифференцирования. Теперь, как расширять дифференциальные поля? Ну, как расширять? Надо к полю давать какую-нибудь функцию. Так все бы ничего, но эта функция может оказаться многозначной. И тогда, что тогда делать? Тогда надо делать вот что. Надо рассматривать римную поверхность этой функции. Римную поверхность этой функции над нашей римной поверхностью u. У нас была исходная римная поверхность. На ней есть функция многозначная. Значит, возникает римная поверхность с проекцией на u. Раз есть проекция, мы назад можем взять функцию f. Функцию x. На u есть функция x. Ее можно поднять на римную поверхность. И у нас возникает опять римная поверхность с фиксированной функцией. Кроме того, на эту римную поверхность дифференциальное поле, которое было на u, тоже можно перенести. Взять пи со звездочкой от этого поля. Значит, на этой римной поверхности, на новой римной поверхности, есть все наше старое поле, есть новая функция, есть нормальная операция дифференцирования, вот и можно присоединить функцию к этому полю. Я когда буду говорить о расширениях дифференциальных полей, я всегда буду иметь именно эту операцию. А под дифференциальным полем всегда буду понимать именно такое поле. Я хочу сказать, что в современной дифференциальной алгебре по-другому определяют дифференциальное поле. Дифференциальное поле – это просто абстрактное поле, в которой еще видна операция дифференцирования, удовлетворяющая творчеству Лебница. Ну, так можно, можно дать такое определение, но, честно говоря, допустим, вы что-то докажете с таким определением. Честно говоря, совершенно непонятно, какое это к нам имеет отношение, какое это имеет отношение к решениям дифференциальных уравнений и так далее. Все-таки решения дифференциальных уравнений – это функции, они имеют особенности, они многозначные, они не являются элементами абстрактного поля. Это более… Тут есть больше структур. В общем, я хочу сказать, что мне кажется, что определение функционального дифференциального поля как-то куда более важно. У Риты, у старых людей, которые этим занимаются, которые занимаются давно, вроде Леувиля и Рита, есть что-то в этом духе, конечно. Кстати, конечно же, такие люди, как Леувиль, это было очень давно, они особенно не задумывались, о чем они говорят. Это там вещественное, комплексное, многозначное, немногозначное, какая разница. Они просто делали и все. И надо сказать, что делали здорово. Я уверен, что они сами понимали, что делают, но, честно говоря, текст в строковом смысле этого слова не является вполне математическим. Часто, не всегда. Иногда у них было все сделано здорово. Ну вот, это дифференциальные поля. Итак, я определил, что такое дифференциальное поле. Теперь мне надо сказать, что такое функция, представимая в обобщенных элементарных функциях над дифференциальным полем. Я сначала дам предварительное определение, которое я потом уточню. Но когда уже будет это предварительное определение, оно не вполне закончено, но совершенно понятно, о чем идет речь. И можно будет сформулировать теорему Леувильев, что мне и хочется сделать. Значит, пускай у нас есть дифференциальное поле К. Его расширение, функция, проезжающего расширению, называется обобщенной элементарной функцией. Если верно, вот что. Это можно определить аксиматически. Во-первых, все функции из исходного поля представимы в элементарных функциях над исходным полем. Это первое. Во втором я буду использовать еще определение, которое я не ввел. Пускай у нас есть любая элементарная, обобщенная элементарная функция одного переменного. Именно одного переменного, обобщенная элементарная функция. Тогда, если у вас есть какая-то функция из поля К, вы можете взять суперпозицию. Сначала функцию φ от f. Это будет обобщенная элементарная функция над полем К. Кстати, суперпозицию в обратном порядке не разрешается. Вы можете брать именно элементарную функцию от функции из поля. Ну, если функция обобщенная элементарная, то и производная обобщенная элементарная. Арифметические операции не выводят из класса обобщенной элементарных функций. И еще вот что, что если у вас функция удовлетворяет алгебрическому уравнению, коэффициенты, которые уже известны, уже построены функциями, обобщенные элементарные функции, тогда y тоже обобщенная элементарная функция. Вот если бы этого условия не было бы, было бы просто элементарная функция. Слово обобщенное идет именно из этого пункта 5. Что разрешается еще решать алгебрическое уравнение. Дело в том, что часто алгебрическое уравнение не решается в радикалах. Ну вот, это такое предварительное определение. Я потом буду его дощать. Кстати, часть доклада мне придется говорить, о чем, собственно, идет речь. Что это такое, что это за функция и так далее. Вот. Ну, теперь я хочу сформулировать терему Леувиля. Она была доказана... А? Агурическое уравнение? Да. В 1333 году Леувильд доказал вот такую теорему. Терема такая. Пускай у вас есть функция f из какого-нибудь дифференциального поля. Давайте рассмотрим ее в интеграл. Вы спрашиваете, она является обобщенной элементарной функцией над этим полем или нет? Ответ такой. Он выражен... В ответе не фигуруют никакие группы, а фигурует явная формула. Только функции вот этого вида, как здесь указано, являются только такие интегралы, только интегралы, которые представимы в таком виде, являются обобщенными элементарными функциями. Что же это такое? Мы можем взять линейную комбинацию логарифмов функций из поля и добавить функции из поля. Кстати, если вы продифференцируете функцию, которая стоит в правой части, она, конечно же, будет приезжать к нашему полю. Логарифмическое производное будет приезжать к нашему полю. И вот утверждается, что ничего другого сделать нельзя. Функции, которые по очевидным причинам приезжают к нашему полю, годятся, и никаких других нет. Ну, это все-таки такой ответ, откуда мы знаем, представим интеграл в таком виде или не представим. Это вопрос. Вот если у вас есть функция, можно интеграл так записать или нет? Это, конечно, колоссальный шаг, но все-таки неполный ответ. Но до очень большого класса функций, оказывается, эта теорема доводится до полных алгоритмов. Алгоритмы имеют такую природу. Вот у вас функция есть, записана формулой, вы ее заталкиваете в компьютер и спрашиваете, вот интеграл элементарный или нет? Компьютер вам отвечает – нет, не элементарный. Или элементарный, и вот, вот он. Просто полное решение задачи для многих-многих классов функций. В общем, по-моему, удивительная теорема. По-моему, в ней ситуация даже лучше, чем с алгебрическими уравнениями. Я не очень понимаю, если затолкнуть алгебрическое уравнение в компьютер, скажет, что он решается в радикалах или нет. Ну, верно, можно, но как-то трудно. Тут, в общем, лучше с этим обстоит дело. И теорема была доказана примерно так дальше. Там точно не тяжело ли это для дифференциальных уравнений. Что-что? Для алгебрических уравнений, где дифференциальных уравнений, там практически точно не тяжело ли это происходит. Для дифференциальных уравнений очень плохо с этим обстоит дело. В смысле, я имею в виду, до окончательных ответов, так, в общем-то, ответ есть, но он в таком духе. Если группа разрешима, то решается. Не разрешима – не решается. А разрешима – нет, а кто его знает? Вот. Теперь я хочу более точно определить, что же такое обобщенная элементарная функция. Как вообще задать какой-нибудь класс функций? Его можно задать таким образом. Можно сказать, что вот у нас есть основные функции, базисные функции, которые разрешаются употреблять. И есть некоторый список допустимых операций. И функция называется… Вот если есть два этих набора данных, то по этим двум наборах данных определяется класс функций, которые строятся таким образом. Мы берем базисные функции и применяем к ним допустимую операцию. Столько раз, сколько нам захочется. Например, функция, представимая в радикалах. Мы начинаем с рациональных функций, среди операций, альфметические операции извлечения корня. Пишите эту формулу такого вида, какой угодно длины, вы получите функции, разрешимые в радикалах. И так далее. Это такой универсальный способ определить класс функций, для которых есть явные формулы. Но чтобы его задать, нам надо задать базисные функции и допустимые операции. Ну, вот я хочу привести классический список основных функций, базисных функций. Это, собственно, они называются основные элементарные функции. И, грубо говоря, это те функции, которые мы учили в школе. Вот в школе мы изучали именно эти функции. Именно они по определению называются элементарными. Наверное, я уж не знаю, как это сделать, но совершенно видно, что это определение не является абсолютно естественным. Можно было давать какие-нибудь другие функции. Но как есть, так есть. Вот эти функции называются элементарными, основными элементарными функциями. Вот этот список мне потом будет нужен. Он, в общем-то, ужасный. Непонятно, как с ним можно работать. Но тут какие-то арксинусы, аркосинусы, к степени альфа. Как с этим работать? Ну вот. И вот такая лемма, наверное, и у Виля. Она такая, что на самом деле список этих самых базисных функций можно очень-очень сократить. И оставить только экспоненты и логарифмы. Вот все функции, которые тут написаны, выражаются через экспоненты и логарифмы. Это несложно. Но определение становится куда лучше. Экспоненты и логарифм не выглядят так страшно, как этот список. Ну, допустимая операция. Есть разные классические допустимые операции. Наверное, самая естественная – это композиция. Если у вас есть ее функция – F и G, то можно взять F от G. Она может быть и самая естественная, но с точки зрения алгебры абсолютно ужасная. Если у вас есть алгебрические поля, два элемента из алгебрического поля, никакой такой композиции нет и быть не может. Эта операция абсолютно не алгебраическая. И как же строить алгебрическую теорию, если у вас есть среди операций, есть такая операция? Арифметическая операция – ну, нормально, ничего страшного. Операция дифференцирования. Ну, в абстрактной дифференцирования на алгебре ее просто определяют. Вот есть такая операция. Тоже ничего страшного. Если есть элементарная функция, ее легко продифференцировать. Операция решения алгебрического уравнения. Вот, теперь из-за того, что операция композиции такая сомнительная, есть несколько других видов этой операции. Например, можно взять композицию не с любой функции, а взять экспоненту от F. Это вроде бы суперпозиция, композиция. Однако у нее совершенно другое определение. Можно сказать, что это решение уравнения. Y' уравняется F' умножить на Y. Вот оно, F. Вы пишете уравнение. Y' равно F' умножить на Y. Решайте. Вы получаете эту функцию. Мало чем отличается от определения радикала. Радикала – тоже решение какого-то уравнения. Ничего, алгебра с таким может жить спокойно. Это нормально, это не композиция, это решение уравнения. Ну, то же самое также обстоит дело с логарифмом. Можно взять логарифм F, так по виду это композиция. Однако это есть решение уравнения. Производная Y равна DF делить на F. Ну вот, еще я повторю операцию, которую я уже использовал. Операция с композицией с элементарной функцией. Вот. Теперь даю строгое определение, что же такое обобщенно-элементарная функция и что такое обобщенно-элементарная функция над дифференциальным полем. Сначала, что такое обобщенно-элементарная функция? Ну, список основных функций – это основные элементарные функции. Список базовых операций – это композиция, увы, тяжелая операция, арифметическая операция, дифференцирование и решение логибридовских управлений. Вот если мы возьмем класс функций, построенным по этим двум спискам, то, что получится, называется обобщенной элементарной функцией. То есть, грубо говоря, вы берете функции из списка и применяете операцию сколько хотите раз, и сколько хотите раз пишите символы этих функций. То, что получится, если обобщенная элементарная функция. Примерно такое же определение обобщенной элементарной функции над полем. Тут основные функции – это функции из поля, из нашего поля К. Но зато среди операций есть операция суперпозиции с произвольной обобщенной элементарной функцией. Ну и дальше обычная операция дифференцирования, решение логибридовских управлений. Но теперь уже есть строгое определение, и теперь, по крайней мере, ясно, что утверждает теорему Леувилля. У нас есть определение класса обобщенных элементарных функций над полем, но теорема, которая была, имеет смысл. Имеет смысл, но доказать ее трудно, что бы то ни было делать трудно, я бы сказал, очень большая тяжесть лежит на этой операции суперпозиция. Однако, оказывается, что от этой операции бы совершенно запросто можно избавиться, что и сделали Леувиль. И вот я сейчас хочу определить, что такое обобщенное элементарное расширение поля, дифференциального поля. Вот у вас есть дифференциальное поле, и как это принято в теории ГЛА, мы будем расширять, добавляя один за другим новые элементы. Получается такая цепочка расширений. Элемент называется обобщенным элементарным, если он содержит в этой цепочке расширений. Значит, какие же разрешены расширения? Расширение разрешено добавлять алгебрический элемент над предыдущим полем. Экспоненту над предыдущим полем или логарифм из предыдущего поля. Вот такие расширения. Значит, можно добавить логарифм, экспоненту и алгебрический элемент над полем. Очень похоже, как в теории ГЛА, только вместо радикала у вас есть экспонент или логарифм. Это уже куда более нормальное определение, никаких таких суперпозиций нет. Ну вот, элементы обобщенные, элементарные, если он в таком виде предстоит. Ну, теперь такая очевидная лема, что эти расширения можно организовать таким образом. Среди этих расширений можно рассматривать либо чисто алгебрическое расширение, вы добавляете один алгебрический элемент над предыдущим полем, либо вы добавляете кучу алгебрически независимых логарифмов и экспонент. Значит, каждый шаг – это либо добавление алгебрического расширения, либо расширение кучи алгебрически независимых логарифмов и экспонент над предыдущим полем. Ну, ясно, что это то же самое будет. Ну, тут, по-моему, собственно, ничего не написано. Не вижу, что тут все было написано. Я просто плохо вижу, но ничего такого интересного на этом слайде не вижу. А, ну да. И вот есть две теоремы, которые утверждают, что у нас есть два определения обобщенной элементарной функции. Одно, в котором участвовала суперпозиция, во втором – нет. Так вот, эти определения идентичны. Они определяют один и тот же объект. И опять же, все дело в том, что любую базисную элементарную функцию все-таки можно записать при помощи логарифмов по экспонентам. А когда мы берем логарифмы-экспоненты, не надо брать никакую суперпозицию. Ну, теперь я хочу рассказать, как доказывается терема Леувидов, как идет доказательство. Доказательство идет индукция. Индукция по сложности. Значит, давайте скажем, что у нас... Я хочу еще каждой обобщенной элементарной функции приписать сложность. Насколько она сложная, обобщенная элементарная функция? Скажем, что она имеет сложность K. Если ее можно получить... И смеет сложность K над исходным полем. Если ее можно получить, сделав K расширений. Если она прижидит K, если можно устроить цепочку K расширений, таких, каких я описывал, тогда будем говорить, что она имеет сложность K. И, собственно говоря, доказательство идет по индукции. Индукция заключается в общем. Утверждается, что если мы возьмем интеграл, который не просто обобщенный элементарный, обобщенный элементарной сложности M, то для него справедливость ремолиумбиля. Но теперь индукция пойдет по M. Мы допустим, что для всех интегралов, для всех таких вот обобщенных элементарных формул, которые имеют сложность только M, все доказано. И тогда индукция по M придем ко всем. И значит, тогда у нас возникает, нам, собственно говоря, надо рассмотреть в индукционном рассуждении, нам надо рассмотреть два случая. Мы делаем еще один шаг расширения. Шаг расширения может быть либо алгебраический, либо чисто трансцендентный. И нам надо доказать, что если функция имеет сложность, если у нас уже гипотеза M с номером M доказана, и вот мы делаем один шаг индукции, один шаг делаем одно расширение, если оно может быть либо алгебраическим, либо чисто трансцендентным, и нам надо рассмотреть эти два случая. Вот первый случай был разобран Абелем в 1824 году. Вот теорема Абеля. Теорема Абеля такая. Вот представьте себе, что у нас есть алгебрическая функция у нас есть алгебрическая функция над полем К, и у нас есть интеграл, который имеет в формуле у Виля сумма логарифмов и элементов поля, только с добавленным уже Z1. А тут есть линейная комбинация логарифмических производных и функций из поля. Вот эти M – это рациональная функция от Z1. Тогда утверждается, что Y имеет ровно такой вид над исходным полем. Доказательство, ну, как всё, что делал Абель, красивое, простое, в два слова. Оно такое. Добавим не один корень Z1, а все корни логебрического уравнения. Для каждого из них мы будем иметь выражение такого же вида, как легко видеть. Ну, теперь давайте их сложим и поделим. Мы добавили N, мы N раз пишем одну и ту же формулу, поделим на N. Мы возьмём среднеарифметическое. Ну, и тогда утверждается, что в результате на самом деле у нас будут стоять симметрические функции справа от корней, а симметрическая функция от корней есть функция от коэффициентов. Поэтому, если выражение интеграла в форме Леувилля участвует Z1, то у него есть выражение и без Z1 тоже. Собственно говоря, и всё доказательство. Но тут есть два случая. Когда мы складываем, мы с одной стороны складываем логарифмы, а с другой стороны складываем просто функцию. Сумма логарифмов есть в произведении функции. Ну, у вас есть в произведении функции от корней – это симметрическая вещь от корней. А другая – сумма функций от корней – тоже симметрическая функция от корней. Вот всё рассуждение. И, надо сказать, в этой же работе или рядом, совсем рядом, Аббель доказал целый ряд фантастических теорем свою знаменитую теорему Аббеля, об Аббелях-Квантограф и так далее. Собственно, это было начало теории Аббелях-Квантографа. Теперь мне надо смотреть в следующий случай. Следующий случай – это такой, что у нас функция имеет… Интеграл имеет вид, представим, в форме Леу-Вилля, это есть R0, то есть линейная комбинация лямбда-итов, алгоритмов и рытых, где ирытые – это функция, это есть рациональная функция от конечного числа экспонентов логарифмов, которые алгебрички независимы. Вот у нас есть такое выражение такого вида, R0, плюс линейная комбинация лямбда-итового логарифма и рытого, где ирытые – это рациональная функция от конечного числа логарифмов и экспонентов над исходным полем. Вот мы написали в такую формулу и спрашивали, может так оказаться, что производная уже лежит в исходном поле, которое мы расширяли? Ответ – да, так бывает, но очень редко. Чтобы так было, нам надо, чтобы эта функция, вот эта функция, которая была линейная комбинация, имела бы такой вид. Это была бы функция из исходного поля, R0, плюс линейная комбинация игроков и плюс линейная комбинация логарифмов Z. Игроки – это игроки. Игроками я обозначил логарифмы, а Z я обозначил экспоненты. Значит, если вы посмотрите на эту формулу, вспомните, что Z – это экспоненты, то у вас опять получится просто линейная комбинация логарифмов. Z – это Y – это просто линейная комбинация логарифмов, то стоит более сложное выражение, однако эти Z – это экспоненты, логарифмы, экспоненты, они сокращаются, получается, вот это логарифмы. Вот, собственно, вот это надо доказать. Как это доказывать, вполне понятно. И вот в этом доказательстве как раз используется Леувиль использовал непрерывную группу Ильи. Непрерывную группу Ильи. Значит, давайте просто... Замечание просто про непрерывную группу Ильи. Сейчас можно совершенно забыть про Леувилья и про эту тюрему, а пускай у нас есть просто такая ситуация. Пускай действует группа Ильи, и у нас есть один форма замкнутая, один форма, замкнутая, один форма, и пускай она локально-инвариантно относительно действия группы. Локально-инвариантно я называю такую форму, которая по действиям производной Ле группа Г порождена однопараметрическими, я рассматриваю связанные группы, если производная по однопараметрической равна нулю. Такую форму будем называть локальные инварианты. Локальные, потому что это росток. Это росток, она принято только в маленькой окрестности, и говорить о том, что она инвариантно относительно действия группы просто не приходится. Группа унесет этот росток в совершенно другое место. Но продифференцировать можно. И вот если производная равна нулю, тогда будем говорить, что она локально-инвариантна. И вот вопрос, когда замкнутая форма может быть локально-инвариантной? Замкнутая форма, как так бывает, что она локально-инвариантна? Оказывается, она бывает локально-инвариантна, если выполнено одно из двух условий, либо первое, либо второе, а не эквивалентно. Оно такое, что у нас наша форма замкнутая. Замкнутая форма есть дифференциал некоторой функции φ. И вот надо, чтобы производная ли от этой функции φ была бы константой. Константы, которые, конечно, зависят от векторного поля из нашей группы. Если это условие выполнено, тогда df будет инвариантно. Нет так нет. Это одно условие, а второе условие такое, эквивалентное. Оно такое. Ну, просто мы говорим о функции дифференциал, который инвариантный. Как так может быть, что дифференциал функции инвариантный? Вот как. Если у нас есть инвариантная функция, то под действием группы G она, эта функция, под действием G изменяется так. Это будет старая функция плюс тау от G. Тау от G – это вот что такое? Давайте рассмотрим произвольный гомоморфизм нашей группы в аддитивную группу комплексных чисел локальной. И вот надо взять аддитивную гомоморфизм по комплексных чисел. Ну, видно, что если вы продифференцируете по... Если вы возьмете производную F на инварианты, вот ничего другого не бывает. И доказательство этого, конечно же, основано на волшебной формуле Картана. Ну, разумеется, никакого Картана во времена Леувиль еще не родилось, но Леувиль это для своих однокопланетических это сделал. Вот, теперь я хочу применить предыдущий слайд к предыдущему утверждению к очень специальному действию очень специальной группы. Давайте возьмем группу такую. Пускай у нашей группы есть произведение нескольких копий линейной группы аддитивной группы комплексных чисел и нескольких копий мультипликативной. C в n умножить на C со звездочкой в Катой. Вот. Пускай у нас есть вот такая вот группа, и она действует на таком множестве. U умножить на произведение, на эту группу. Действует естественным способом. Ну, тогда спрашивается, когда, какие формы инвариант, локальный инвариант относительно этого действия. Вот, утверждается, что они локальный инвариант относительно этого действия, если они имеют такой вот вид, такой вид, собственно говоря, который мы уже встречали. Это фактически линейная комбинация игроков плюс логарифмическая комбинация зетов. Это как раз то, что нам было бы нужно. И доказательство – это очень просто. Дело в том, что локальных гомоморфизмов группы ЦК на C со звездочкой в энной в аддитивную группу комплексных чисел мало. Это просто и есть. Это есть просто линейная комбинация игроков плюс линейная комбинация логарифмом зетов. Других просто нету. И отсюда это и вытекает. Вот, теперь, собственно говоря, это мы доказали, это и есть про инвариантные замкнутые формы. Но наша форма, которая нужна, форма, которая есть у Леувиля, априори не инвариантная. Это просто некоторая написанная формула, производная которой лежит в исходном поле. И вот оказывается, что если производная лежит в исходном поле, то она на самом деле локальный инвариант. Это и есть основная теорема, которая будет на следующем слайде. Но давайте я снова скажу, сформулирую, о чем идет речь. Итак, мы к нашему полю добавили конечный набор логарифмов и конечный набор экспонентов. У нас возникла такая кривая. Ну, разумеется, это кривая инвариантно относительно действия нашей группы. Наша группа к логарифмам логарифмам умножает на константы, а к аргументам экспоненты прибавляют константы. Она инвариантно относительно наша группа инвариантно относительно действия. Теперь принцип Леувилля. Леувилля формулирует такой забавный принцип. Он такой. Вот представьте себе, что у нас есть кривая гамма, и пускай у нас есть какой-нибудь поленом из исходного поля, от игроков и зетов. И вот пускай этот поленом обратится в ноль на нашей кривой гамма. Тогда утверждается, что он просто равен тождественному нулю. Никаких других случаев нет. Так как раз, если бы он не равнялся нулю, это означало бы, что эти переменные были бы зависимы, алгебрыски зависимы над полем К. А он предполагает, что они трансцендентны. Вот его доказательства. Леувилля все время играет этим принципом. Играет как-то очень здорово. Он берет, рассматривает какой-нибудь поленом, из очевидных соображений видно, что он где-то обращается в ноль на каких-то траекториях. Он знает, что он равен нулю всюду, и это и есть ключевое рассуждение Леувилля. Ну вот основная теорема. Основная теорема такая. Нам, собственно говоря, надо доказать, что вот такая логарифмическая форма, в которой участвует теорема Леувилля, что если ее производная лежит в поле К, то она локально инвариантна относительно действия нашей группы. Ну, вот доказательства. Доказательства такое. Мы знаем, что по определению наша форма является интегралом. Мы знаем, что она интеграл. Раз она интеграл, то ее производная Ли вдоль нашей траектории равна функции Ф из поля. Производная Ли вот этой как же ее называют? этой буквой минус Ф, он равен нулю. Это по определению, потому что наша функция есть интеграл. Но раз он равен нулю, производная Ли этой вещи, она является поленомом над исходным полем. Так именно написано в формуле Уилля. Значит, эта вещь является соотношением. Раз это соотношение верно на одной траектории, по принципу Ли Уилля оно верно на любой траектории. То есть оно тождественно равно нулю. Значит, на любой в абстрактной дифференции аналгебре ее просто определяют. Вот есть такая операция. Тоже ничего страшного. Если есть элементарная функция, ее легко продифференцировать. Операция решения алгебрического уравнения. Вот, теперь из-за того, что операция композиция такая сомнительная, есть несколько других видов этой операции. Например, можно взять композицию не с любой функцией, а взять экспоненту от f. Это вроде бы суперпозиция, композиция. Однако у нее есть совершенно другое определение. Можно сказать, что это решение уравнения. y' равняется f' умножить на y. Вот оно, f. Вы пишете уравнение y' равно f' умножить на y. Решайте. Вы получаете эту функцию. Мало чем отличается от определения радикала. Радикала – тоже решение какого-то уравнения. Ничего, алгебра с таким может жить спокойно. Это нормально. Это не композиция. Это решение уравнения. Ну, то же самое также обстоит дело с логарифмом. Можно взять логарифм f, так по виду это композиция. Однако это есть решение уравнения. Производная y равна df делить на f. Ну вот, еще я повторю операцию, которую я уже использовал. Операция с композиции это композиция с элементарной функцией. Вот, теперь даю строгое определение, что же такое обобщенная элементарная функция и что такое обобщенная элементарная функция над дифференциальным полем. Сначала что такое обобщенная элементарная функция? Ну, список основных функций это основные элементарные функции. Список базовых операций – это композиция, увы, тяжелая операция, арифметическая операция, дифференцирование и решение в гибридическом управлении. Вот если мы возьмем класс функций, построенным по этим двум спискам, то, что получится, называется обобщенной элементарной функцией. То есть, грубо говоря, вы берете функции из списка и применяете операции сколько хотите раз, и сколько хотите раз пишите символы этих функций. То, что получится, если обобщенная элементарная функция. Примерно такое же определение обобщенной элементарной функции над полем. Тут основные функции – это функции из поля, из нашего поля К. Но зато среди операций есть операция в суперпозициях с произвольной обобщенной элементарной функцией. Ну и дальше обычная операция дифференцирования, решение в гибридическом управлении. Но теперь уже есть строгое определение, и теперь, по крайней мере, ясно, что утверждает теорему Леувеля. У нас есть определение класса обобщенных элементарных функций над полем, ну и теорема, которая была, имеет смысл. Имеет смысл, но доказывать ее трудно, и что бы то ни было делать трудно, я бы сказал, очень большая тяжесть лежит на этой операции суперпозиция. Однако, оказывается, что от этой операции бы совершенно запросто можно избавиться, что и сделал Леувель. И вот я сейчас хочу определить, что такое обобщенное элементарное расширение поля, дифференциального поля. Вот у вас есть дифференциальное поле, и как это принято в теории Голуа, мы будем расширять, добавляя один за другим новые элементы. Получается такая цепочка расширений. Элемент называется обобщенным элементарным, если он содержится в этой цепочке расширений. Значит, какие же разрешили расширения? Расширение разрешило добавлять алгебраический элемент над предыдущим полем, экспоненту над предыдущим полем или логарифм из предыдущего поля. Вот такие расширения. Значит, можно добавить логарифм, экспоненту и алгебраический элемент над полем. Очень похоже, как в теории Голуа, только вместо радикала у вас есть экспонент или логарифм. Это уже куда более нормальное определение, никаких таких суперпозиций нет. Ну вот элементы обобщенные, элементарные, если он в таком виде представил. Ну, теперь такая очевидная лемма, что эти расширения можно организовать таким образом. Среди этих расширений можно рассматривать либо чисто алгебрическое расширение, вы добавляете один алгебрический элемент к предыдущим полям, либо вы добавляете кучу алгебрически независимых логарифмов и экспонент. Значит, каждый шаг – это либо добавление алгебрическое расширения, либо расширение кучи алгебрически независимых логарифмов и экспонент над предыдущим полем. Ну, ясно, что это то же самое будет. Вот. Ну, тут, собственно, ничего не написано, не вижу, что тут все бывает. Я просто плохо вижу, но что такое интересное на этом слайде не вижу. А, ну да. И вот есть две теоремы, которые утверждают, что у нас есть два определения, обобщенные элементарной функции. Одно, в котором участвовала суперпозиция, во втором – нет. Так вот, эти определения идентичны. Они определяют один и тот же объект. И это же все дело в том, что любую базисную элементарную функцию все-таки можно записать при помощи логарифмов и экспонент. А когда мы берем логарифмы и экспоненты, не надо брать никакую суперпозицию. Ну, теперь я хочу рассказать, как доказывается теорема Леувиле, как идет доказательство. Доказательство идет индукция. Индукция по сложности. Значит, давайте скажем, что у нас... Я хочу еще каждой обобщенной элементарной функции приписать сложность. Насколько она сложная, обобщенная элементарная функция? Скажем, что она имеет сложность K. Если ее можно получить... И смеет сложность K над исходным полем. Если ее можно получить, сделав K расширений. Если она прижит K, если можно устроить цепочку K расширений, таких, как я описывал, то тогда будем говорить, что она имеет сложность K. И, собственно говоря, доказательство идет по индукции. Индукция заключается в общем. Утверждается, что если мы возьмем интеграл, который не просто обобщенный элементарный, а обобщенный элементарной сложности M, то для него справедливость Реума Леувиля. Но теперь индукция пойдет по M. Мы допустим, что для всех интегралов, для всех таких вот обобщенных элементарных формул, которые имеют сложность только M, все доказано. И тогда индукция по M придет ко всем. И значит, тогда у нас возникает, нам, собственно говоря, надо рассмотреть в индукционном рассуждении, нам надо рассмотреть два случая. Мы делаем еще один шаг расширения. Шаг расширения может быть либо алгебраический, либо чисто трансцендентный. И нам надо доказать, что если функция имеет сложность, если у нас уже гипотеза M с номером M доказана, и вот мы делаем один шаг индукции, один шаг делаем одно расширение, если оно может быть либо алгебрическим, либо чисто трансцендентным, и нам надо рассмотреть эти два случая. Вот первый случай был разобран Абелем в 1824 году. Вот теорема Абеля. Теорема Абеля такая. Вот представьте себе, что у нас есть алгебрическая функция, у нас есть алгебрическая функция над полем K, и у нас есть интеграл, который имеет формуле у Виля сумма логарифмов и элементов поля только с добавленным уже Z1. А тут есть линейная комбинация логарифмических производных и функции из поля. Вот эти M, M – это рациональная функция от Z1. Тогда утверждается, что Y имеет ровно такой вид над исходным полем. Доказательство, ну, как всё, что делал Абель, красивое, простое, в два слова. Оно такое. Добавим не один корень Z1, а все корни онкебрического уравнения. Для каждого из них мы будем иметь выражение такого же вида, как легко видеть. Ну, теперь давайте их сложим и поделим, мы добавили N, N раз пишем одну и ту же форму, поделим на N, возьмём среднеарифметическое. Ну, и тогда утверждается, что в результате на самом деле у нас будут стоять симметрические функции справа от корней, а симметрическая функция от корней есть функция от коэффициентов. Поэтому, если интеграл выражен через, если выражение интеграла в форме Леу Вилля участвует Z1, то у него есть выражение и без Z1 тоже. Вот. Собственно говоря, и всё доказательство. Ну, тут есть два случая, когда мы складываем, мы с одной стороны складываем логарифмы, а с другой стороны складываем просто функцию. Сумма логарифмов есть произведение функций. Ну, у вас есть произведение функций от корней – это симметрическая вещь от корней. А другая – сумма функций от корней, тоже симметрическая функция от корней. Вот всё рассуждение. И, надо сказать, в этой же работе, или рядом, совсем рядом, Абель доказал целый ряд фантастических теорем свою знаменитую теорему Абеля, об Абелях-Антеграф и так далее. Собственно, это было начало теории Абелях-Антеграфов. Вот. Теперь мне надо смотреть в следующий случай. Следующий случай – это такой, что у нас функция имеет интеграл, имеет вид, представим, в форме Леувиля, это есть R0 плюс линейная комбинация лямбда и ИТО в алгоритмах вырытых, где рытое – это функция, это есть рациональная функция от конечного числа экспонентов логарифмов, которые алгебрилические независимы. Вот у нас есть такое выражение, такого вида, R0 плюс линейная комбинация лямбда и ИТО в алгоритмах рытое, где рытое – это рациональная функция от конечного числа логарифмов в экспонент над исходным полем. Вот мы написали такую формулу и спрашивали, может так оказаться, что производная уже лежит в исходном поле, которое мы расширяли. Ответ – да, так бывает, но очень редко. Чтобы так было, нам надо, чтобы эта функция, вот эта функция, которая была линейная комбинация, имела бы такой вид. Это была бы функция из исходного поля, R0 плюс линейная комбинация игроков и плюс линейная комбинация логарифмов Z. Игроки – это игроки, игроками я обозначил логарифмы, а Z я обозначил экспоненты. Значит, если вы посмотрите на эту формулу, вспомните, что Z – это экспоненты, то у вас опять получится просто линейная комбинация логарифмов. Z – это Y – это просто линейная комбинация логарифмов, то стоит более сложное выражение, однако эти Z – это экспоненты, логарифмы экспоненты, они сокращаются, получается, вот это логарифмы. Вот, собственно, вот это надо доказать. Как это доказывать, не вполне понятно. И вот в этом доказательстве как раз используется, Леувиль использовал непрерывные группы Ли. Непрерывные группы Ли. Значит, давайте просто замечание про непрерывные группы Ли. Сейчас можно совершенно забыть про Леувиля и про эту тюрему. А пускай у нас есть просто такая ситуация. Пускай действует группы Ли, и у нас есть один форма замкнутая. один форма, и пускай она локальный инвариант относительно действия группы. Локальный инвариант я называю такую форму, которая по действиям производной Ли группа Г порождена однопараметрическими, я рассматриваю связанные группы. Если производная по однопараметрическому равна нулю, такую форму мы будем называть локальные инварианты. Локальные, потому что это росток. Это росток, она принято только в маленькой окрестности и говорить о том, что она инвариантно относительно действия группы просто не приходится. Группа унесет этот росток в совершенно другое место. Но продифференцировать можно. Если производная равна нулю, тогда будем говорить, что она локально инвариантна. И вот вопрос, когда замкнутая форма может быть локально инвариантной? Замкнутая форма, как так бывает, что она локально инвариантна? Оказывается, она бывает локально инвариантна, если выполнена одно из двух условий. Либо первое, либо второе, а не эквивалентно. Оно такое, что у нас наша форма замкнутая. В замкнутой форме есть дифференциал некоторой функции φ. И вот надо, чтобы производная ли от этой функции φ была бы константой. Константа, которая, конечно, зависит от векторного поля из нашей группы. Если это условие выполнено, тогда ДРФ будет инвариантно. Нет, так нет. Это одно условие. А второе условие такое, эквивалентное. Оно такое. Ну, просто мы говорим о функции, дифференциал, который инвариантный. Как так может быть, что дифференциал функции инвариантный? Вот как. Если у нас есть инвариантная функция, то под действием группы Г она, эта функция, под действием Г изменяется так. Это будет старая функция плюс тау от Г. Тау от Г – это вот что такое? Давайте рассмотрим произвольный гомоморфизм нашей группы в аддитивную группу комплексных чисел локальной. И вот надо взять аддитивную гомографическую по комплексных чисел. Видно, что если вы продифференцируете по если вы возьмете производную F-2 на инварианты, вот ничего другого не бывает. И доказательство этого, конечно же, основано на волшебной формуле Картана. Ну, разумеется, никакого Картана во времена Леувиль еще не родилось, но Леувиль это для своей однопоэнтерских это сделал. Тебя я хочу применить предыдущий слайд с предыдущего утверждения к очень специальному действию очень специальной группы. Давайте возьмем группу такую. Пускай наши группы есть произведения нескольких копий линейной группы аддитивной группы комплектовых чисел и нескольких копий мультипликативной. С в энной умножить на С с озерочкой в Катой. Вот. Пускай у нас есть вот такая вот группа, и она действует на таком множестве. У умножить на произведение на эту группу. Действует естественным способом. Ну, это да, спрашивается, когда, какие формы локальные инварианты относительны к этого действия. Ну, тут утверждается, что они локальные инварианты относительны к этого действия, если они имеют такой вот вид, такой вид, собственно говоря, который мы уже встречали. Это фактически линейная комбинация игроков плюс логарифмическая комбинация зетов. Это как раз то, что нам было бы нужно. И доказательство это очень просто. Дело в том, что локальных гомоморфизмов группы ЦК над С с озерочкой в энной, в аддитивную группу комплекса чисел мало. Это просто есть линейная комбинация игроков плюс линейных гомоморфизмов зетов. Других просто нету. И отсюда это и вытекает. Вот. Теперь, собственно говоря, нам бы надо... Это мы доказали, это и есть проинвариантные замкнутые формы. Но наша форма, форма, которая нужна, форма, которая есть у Леувиля, априори не инварианты. Это просто некоторая написанная формула, производная, которая лежит в исходном поле. И вот оказывается, что если производная лежит в исходном поле, то она на самом деле локальный инвариант. Это и есть основная теорема, которая будет на следующем слайде. Но давайте я снова скажу, сформулирую, о чем идет речь. Итак, мы к нашему полю добавили конечный набор логарифмов и конечный набор экспонентов. У нас возникла такая кривая. Ну, разумеется, это кривая инвариантно относительно действия нашей группы. Наша группа к логарифмам логарифмам умножают на константы, а к экспонентам, к аргументам экспоненты прибавляют константы. Она инвариантно относительно наша группа инвариантно в принципе Леувилля. Леувилля такой забавный принцип. Он такой. Вот представьте все, что у вас есть кривая гамма и пускай у нас есть какой-нибудь пленом от из исходного поля, от игроков, из этого. И вот пускай этот поленом обратится в ноль на нашей кривой гамма. Тогда утверждается, что он просто равен тождественному нулю. Никаких других случаев нет. Такая же, если бы он не равнялся нулю, это означало бы, что эти переменные были бы в гибридже зависимы от полем К. А он предполагает, что они трансцендентны. Вот его доказательства. Леувилля все время играет этим принципом. Играет как-то очень здорово. Он берет, рассматривает какой-то поленом. Из очевидных соображений видно, что он где-то обращается в ноль на каких-то траекториях. Он знает, что он равен нулю всюду, и это есть ключевое относительно действия нашей группы. Вот доказательства. Доказательства такое. Мы знаем, что по определению наша форма является интегралом. Мы знаем, что она интеграл. Раз она интеграл, то ее производная ли вдоль нашей траектории равна функции F из поля. По производной ли вот этой буквы минус F он равен нулю. Это по определению, потому что наша функция с интеграл. Но раз он равен нулю, производная ли этой вещи, она является поленомом над исходным полем. Так именно написано в формуле Уилля. Значит, эта вещь является соотношением. Раз это соотношение верно на одной траектории, по принципу Уилля, оно верно на любой траектории. То есть, оно тождественно равно нулю. Значит, на любой